Часы посещения Щелкни по значку со своим именем Е... Хочешь навестить Полину в больнице? Мы возьмем разные игры и комиксы, чтобы развеселить ее Она будет очень рада видеть тебя Идем! Привет! Добро пожаловать в больницу страны знаний Смотри, в каком я состоянии Я сломала ногу О, как больно! Я каталась на скейтборде И попыталась выполнить один очень сложный прыжок Это должно было быть так круто Но я потеряла равновесие и неудачно приземлилась на ногу На мне было защитное снаряжение Но я все равно получила травму К счастью, мой папа был рядом Он отвез меня в больницу и мне сделали рентген Вон он висит На снимке видно, что я сломала ногу Врачи собрали сломанные кости И закатали мою ногу в огромный гипс Это значит, что сейчас мне нельзя бегать и играть с друзьями Мне так скучно Я рада, что ты здесь Но где же все остальные? Наверное, они сейчас играют в парке? Так нечестно Привет! Привет, Парина! Еще один посетитель! Ура! Как ты себя чувствуешь? Уже лучше Но я страшно скучаю И у меня нога чешется под гипсом А я не могу ее почесать Ой, вот не повезло Я принесла тебе открытку и несколько комиксов Это тебя развеселит И еще я подумала, что ты не откажешься погрызть морковку Вот здорово! Спасибо, Алиса Привет! Привет! Полина, как твоя нога? Уже лучше, Боря Мы с Борей принесли тебе открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления Я принес свой стетоскоп, чтобы послушать тебя И еще несколько морковок Ты можешь их погрызть Я тоже принес морковь И несколько игр, в которые мы можем сыграть вместе Спасибо! Это очень мило с вашей стороны Как здорово, что друзья пришли меня навестить Пощелкай по экрану Ты наверняка найдешь здесь что-нибудь интересное Если хочешь поиграть с нами Щелкай по нам Это мой любимый мультик Федя и жаба Если ты собираешься кататься на скейтборде, как Полина Или на велосипеде, как Алиса Обязательно используй защитное снаряжение В моей игре тебе нужно искать животных, у которых есть свое собственное защитное снаряжение Щелкни по мне, если хочешь познакомиться с животными, закованными в броню Доктор, как здоровье нашего пациента? Доктор, как здоровье нашего пациента? Хе-хе-хе Давай познакомимся с животными в доспехах Идем на охоту! Привет! Полина каталась на скейтборде и сломала ногу Хорошо, что на ней был шлем и наколенники Иначе все могло закончиться гораздо хуже У некоторых животных есть свое собственное защитное снаряжение Давай познакомимся с этими животными в доспехах Посмотри на эту картинку И найди животных, у которых есть доспехи Смотри внимательно Возможно, эти животные спрятались за деревьями или другими объектами Или в своих раковинах Если найдешь такое животное, щелкни по нему Тогда оно выйдет, и ты сможешь как следует его рассмотреть Тебе нужно найти 8 животных Если найдешь всех животных, я дам тебе фрагмент веселой картинки-загадки Начинаем поиск животных Животное найдено Это еж Иглы ежа сделаны из меха Они колючие Но у ежа нет игл на носу, лопах и животе В минуту опасности еж сворачивается в колючий клубок Сможешь найти еще одно животное? У тебя зоркий глаз Тебе удалось найти дикобраза Иглы этого колючего существа сделаны из волосков Они неплотно прикреплены к хвосту И если в минуту опасности зверь махнет хвостом Иглы вонзятся в шкуру врага Сможешь найти еще одно животное? Есть! Это улитка Почему улитки такие медленные? Они тянут за собой свои дома Улитка носит свой домик на спине Передвигается она очень медленно А если приближается враг То улитка прячется в раковине Сможешь найти еще одно животное? Есть! Это черепаха Почему ползают черепахи? По земле! Короткие сильные ноги этого маленького существа Помогают ему носить тяжелый панцирь Если черепаха напугана Она втягивает голову и ноги в панцирь Осталось еще четыре животных Животное найдено Тебе удалось найти сороконожку На каждом крошечном сегменте сороконожки Находятся две ноги Когда сороконожка только вылупилась из яйца У нее всего три пары ног Но постепенно сороконожка растет И ее броня увеличивается Как и число ног Которое иногда достигает пятидесяти пар Осталось еще три У тебя зоркий глаз Тебе удалось найти крокодила Какая любимая игра у крокодила? Хваталки! Эти блестящие пластины накладываются друг на друга Образуя один большой доспех Он защищает даже пальцы на ногах Сможешь найти еще одно животное? У тебя зоркий глаз Это устрица Если к устрице приближается враг Она плотно захлопывает раковину В таком состоянии устрица может находиться В течение нескольких недель Если в раковину попадет песчинка То она превратится в прекрасную жемчужину Осталось еще одно животное Есть! Тебе удалось найти броненосца Эта необычная броня состоит из множества пластин Соединенных друг с другом Если животное напугано Оно сворачивается в плотный клубок Пряча голову и ноги под прочной броней Поздравляю! Все животные найдены! Вот твоя заслуженная награда Фрагмент веселой картинки загадки Привет! Рада снова видеть тебя Сейчас я не могу никуда пойти У меня нога сломана Очень жаль! На улице так хорошо! Погода прекрасная! А в парке открылась ярмарка! Митя, перестань! Полина расстроится, если ты будешь рассказывать ей про то, чего она не может делать Все нормально Я уверена, что моя нога совсем скоро будет как новая Мы расписались на гипсе Полины И украсили его разными картинками Теперь он такой красивый Я нарисовал своих любимых животных Я нарисовала цветы Я нарисовала скейтборд! Полина любит скейтборды! Ой-ой-ой! Митя, ты же знаешь, что Полина сломала ногу, катаясь на скейтборде Ах, да! Ой! Извини, Полина! Все нормально! Когда я выздоровлю, то снова стану кататься на скейтборде Я докажу, что травма меня не напугала Надеюсь, что в следующий раз ты будешь более осторожна Да уж! Сумасшедшие трюки я буду выполнять, только когда подготовлюсь к ним Полина, позволь мне послушать тебя Я принес свой стетоскоп Ммм... Ммм... В чем дело, доктор Боря? Сердце не прослушивается Ну, конечно! Ведь сердце находится в груди, а не в руке Пока доктор Боря осматривает меня Пощелкай по объектам на экране или сыграй с одним из нас Скорее выздоравливай, Полина! Скорее выздоравливай, Полина! На рентгеновском снимке видно, в каком месте сломана нога Полины В моей игре ты узнаешь, где в твоем теле находятся кости и различные органы Щелкни по мне, чтобы сыграть в мою игру Давай заглянем внутрь Привет! Добро пожаловать в мою игру В этой игре тебе нужно расставить по местам различные органы и кости Скелет человека состоит более чем из двухсот костей Кроме того, в теле находятся органы Такие как мозг или сердце Каждый из которых выполняет определенную функцию Я расскажу тебе об органах, когда ты расставишь их по местам В этой игре тебе нужно понять, где должны находиться та или иная кость или орган Я дам тебе подсказку Очертания кости или органа должны совпасть с контурами одного из участков внутри тела Щелкай по костям и органам, а затем перетаскивай их туда, где они должны находиться Когда разложишь все кости и органы Я дам тебе фрагмент веселой картинки-загадки Давай начнем игру Молодчина! Это легкие! Когда ты вдыхаешь воздух, он попадает в легкие Давай, действуй! Точно! Это бедренная кость Одна из костей ноги Она находится над коленом Бедренная кость Самая длинная кость в организме человека У тебя все отлично получается Продолжай в том же духе Идеально! Это плечевая кость Она находится в руке Не останавливайся! Замечательно! Это желудок В нем переваривается съеденная пища Самый большой орган твоего тела Это кожа Замечательно! Это мозг Орган, с помощью которого ты думаешь Кроме того, мозг управляет телом Молодчина! Это часть позвоночника Позвоночник состоит из множества маленьких костей позвонков Идеально! Это кишечник Съеденная пища попадает из желудка в кишечник Где питательные вещества всасываются в кровь Точно! Это челюсть С помощью челюстей ты пережевываешь пищу Есть! Тебе удалось расставить по местам все кости и органы Вот твоя награда Фрагмент веселой картинки загадки Который тоже нужно поставить на место Привет! Хорошие новости! Доктор только что осмотрел Полину Он сказал, что через пару дней ее выпишут Правда, гипс снимут не раньше, чем через месяц Но теперь ты сможешь читать книги и играть А моя мама сможет делать для меня горячий шоколад Полина, а что это за график? Это график состояния моего здоровья Митя, что на нем написано? Я, конечно, не специалист Но мне кажется, что это график твоего роста Ты растешь! Расту? Да! С каждым днем линия на графике идет все выше и выше Наверное, когда тебя выпишут Ты уже будешь доставать до потолка Нет, Митя На графике отображается не рост Полины А ее состояние здоровья Знаю! Спасибо за то, что навестили меня Спасибо за открытки И за морковь тоже Мне было очень грустно в больнице Но вы меня развеселили Теперь я буду выздоравливать еще быстрее Пока мы еще здесь Пощелкай по разным объектам на экране Здесь много всего интересного Итак, мы начинаем Привет! Надеюсь, я скоро поправлюсь И снова смогу гонять на скейтборде Все мои друзья расписались на гипсе Так что теперь на нем полно слов Хочешь поиграть в слова? На гипсе появится большое слово А тебе нужно будет найти маленькое слово Которое спрятано в нем Если запутаешься, я дам тебе подсказку Если найдешь спрятанное слово Щелкни по его буквам И тогда они засветятся Отлично! Давай я расскажу тебе о правилах игры Вот, к примеру, слово «передача» Тебе нужно найти в нем другое слово из четырех букв Которое означает «загородный дом», куда можно уехать на лето Видишь его? Это слово «дача» Тебе нужно щелкнуть по буквам, из которых состоит слово И они засветятся Когда найдешь шесть спрятанных слов Я дам тебе фрагмент веселой картинки-загадки Прежде чем мы начнем, я хочу узнать Насколько хорошо ты разбираешься в словах Если ты отлично умеешь находить слова Щелкни по синей кнопке А если ты находишь слова лучше всех Щелкни по оранжевой кнопке Начнем игру Вот слово «передача» Посмотри на него внимательно Ты сможешь найти слово, которое обозначает Загородный дом, куда можно уехать на лето Дача Точно Переходим к следующему слову Вот слово Ограда Посмотри на него внимательно Ты сможешь найти слово, которое обозначает Вид осадков, когда с неба падают льдинки Град Идеально Ого, похоже, ты отлично разбираешься в словах Вот еще одно слово Вот слово Столбняк Посмотри на него внимательно Ты сможешь найти слово, которое обозначает Предмет мебели, за которым можно обедать или делать уроки Столбняк Идеально Так держать Вот слово Проводка Посмотри на него внимательно Ты сможешь найти слово, которое обозначает большую и надоедливую муху Неправильная буква Выбери другую Тебе нужна помощь? Давай я покажу тебе это слово Вот правильное слово Овод Переходим к следующему слову Вот слово Метелка Посмотри на него внимательно Ты сможешь найти слово, которое обозначает Дерево, которое мы украшаем раз в год Ёлка Точно Из какого слова можно убрать два звука и получить один? Это слово Родина Переходим к следующему слову Вот слово Абордаж Посмотри на него внимательно Ты сможешь найти слово, которое обозначает вражеское войско Орда Идеально Отлично Тебе удалось найти все короткие слова, спрятанные внутри длинных Вот твоя заслуженная награда Фрагмент веселой картинки-загадки Полина Судя по графику, сегодня у тебя температура 38 Это хорошо? Не знаю Но зато могу сказать, что число 38 состоит из двух цифр 3 и 8 Но это ничего не говорит о том, нормальная ли у меня температура В моей игре тебе нужно выбирать значения десятков и единиц Из которых состоят числа от одного до девяносто девяти Счет не по мне, чтобы сыграть в числа в больнице Давай посмотрим на наших пациентов Привет! Смотри Похоже, это число плохо себя чувствует Давай его вылечим В этой игре тебе нужно искать десятки и единицы Из которых состоят числа Если ты это сделаешь, то число выздоровеет Если вылечишь восемь чисел, получишь фрагмент веселой картинки-загадки Сначала я должен узнать, насколько хорошо ты знаешь числа Если хочешь сыграть с числами до сорока девяти Щелкни по синей кнопке Если хочешь сыграть с числами до девяносто девяти Щелкни по оранжевой кнопке Правила игры такие Число лежит на кровати На спинке кровати висит график с десятками Это число двадцать четыре Цифра два обозначает число двадцать Поэтому тебе нужно щелкнуть по числу двадцать Потом ты увидишь единицы Цифра четыре обозначает четыре Поэтому тебе нужно щелкнуть по числу четыре Все просто, верно? Этот пациент уже выздоровел Теперь твоя очередь Это число плохо себя чувствует Щелкни по числу, в котором столько же десятков, сколько и в этом Точно! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц Идеально! О-о-о-о! О-о-о! 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 Посмотри на это число! Ему совсем плохо! Щелкни по числу, в котором столько же десятков, сколько и в этом! ВЕРНО! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц! КОНЕЧНО! ЭТОМУ ЧИСЛУ НЕ ЗДОРОВИТСЯ! ЩЕЛКНИ ПО ЧИСЛУ В КОТОРОМ СТОЛЬКО ЖЕ ДЕСТЯТКОВ, СКОЛЬКО И В ЭТОМ! Точно! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц! ВЕРНО! О-о-о-о! Посмотри на это число! Ему совсем плохо! Посмотри на график, который висит на спинке кровати И щелкни по числу, в котором столько же десятков, сколько и в этом! Идеально! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц Конечно! Этому числу не здоровиться Посмотри на график, который висит на спинке кровати И щелкни по числу, в котором столько же десятков, сколько и в этом Конечно! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц Идеально! В комнате горят десять свечек Если три из них задуть, сколько останется? Останется три свечки, ведь все остальные сгорят Ооо, посмотри на это число, ему совсем плохо Посмотри на график, который висит на спинке кровати И щелкни по числу, в котором столько же десятков, сколько и в этом Точно! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц Верно! Что получится, если в букву О вписать семь? Восемь! Ооо, посмотри на это число, ему совсем плохо Щелкни по числу, в котором столько же десятков, сколько и в этом Идеально! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц Точно! Ооо, посмотри на это число, ему совсем плохо Этому числу не здоровится! Доктор, вот ваш последний пациент Щелкни по числу, в котором столько же десятков, сколько и в этом Конечно! Теперь посмотри на график и щелкни по числу единиц Верно! Верно! Вот и все! Числа выздоровели! Вот твоя награда! Фрагмент веселой картинки-загадки! Добро пожаловать на экран веселой картинки-загадки! Смотри, у тебя есть фрагмент-загадки! Подумай, где он должен находиться, а затем перетащи его туда! Добро пожаловать на экран веселой картинки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-загадки-заг на картинке а в новом выпуске страны знаний тебя ждут еще четыре фрагмента загадки добро пожаловать на веселую станцию в этой игре мы будем составлять смешные предложения первое предложение составлю я ты можешь изменять название предметов слова описания и слова действия после этого ты сможешь прослушать получившиеся предложения даже если она не имеет смысла ну что все готовы к игре щелкай по кнопкам чтобы изменить зеленые слова которые находятся над ними когда составишь предложение я прочитаю его вслух хочешь поиграть с другим предложением щелкни по этой кнопке чтобы заменить предложение или щелкай по тому предложению который уже на экране если хочешь вернуться к ребятам щелкни по кнопке домой алиса идет спать рано он идет спать рано он бежит есть рано он бежит есть в припрыжку мама летит есть в припрыжку мама летит гулять в припрыжку мама летит гулять в ванную мама летит играть в ванную мама ползет играть в ванную ура посмотрим какие невероятные предложения ты придумаешь на этот раз вот первое предложение. Мальчик может рассказать историю. Мальчик не может рассказать историю. Мальчик хочет рассказать историю. Мальчик хочет надеть историю. Мальчик хочет надеть пальто. Папа хочет надеть пальто. Папа собирается надеть пальто. Папа собирается почистить пальто. Папа собирается съесть пальто. Папа собирается съесть бутерброд. Папа собирается съесть муху. Папа собирается съесть велосипед. Папа собирается съесть историю. Папа собирается съесть пальто. Ура! Посмотрим, какие невероятные предложения ты придумаешь на этот раз. Вот первое предложение. Полина ест печенье на завтрак. Полина поет печенье на завтрак. Полина пьет печенье на завтрак. Полина ищет печенье на завтрак. Полина смотрит печенье на завтрак. Полина ест печенье на завтрак. Полина ест песню на завтрак. Полина ест кофе на завтрак. Полина ест косточку на завтрак. Полина ест телевизор на завтрак. Полина ест печенье на завтрак. Полина ест песню на завтрак. Полина ест кофе на завтрак. Полина ест косточку на завтрак. Полина ест телевизор на завтрак. Полина ест телевизор на ужин. Полина ест телевизор по утрам. Полина ест телевизор всегда. Ура! Посмотрим, какие невероятные предложения ты придумаешь на этот раз. Вот первое предложение. Полина ест печенье на завтрак. Полина ест песню на завтрак. Полина ест кофе на завтрак. Полина ест косточку на завтрак. Полина ест косточку на завтрак. Утка ест косточку на завтрак. Утка поет косточку на завтрак. Утка пьет косточку на завтрак. Утка ищет косточку на завтрак. Утка ищет телевизор на завтрак. Утка ищет телевизор на ужин. Утка ищет телевизор по утрам Утка ищет телевизор всегда Собака ищет телевизор всегда Собака смотрит телевизор всегда Ты точно хочешь покинуть страну знаний? Нажми на зеленую кнопку, чтобы окончить игру Нажми на красную кнопку, чтобы продолжить играть До встречи!